Лекция по Бхагавадгите «Как она есть», глава 4, текст 11, прочитана Его Божественной Милостью Ачебактивидантой С вами Прокупадой, 1 июня 1974 года в Женеве. Перевод Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Придхи. Мы продолжаем обсуждение вчерашней темы, как можно очиститься и вернуться домой к Богу. Вторая строка этого стиха имеет особое значение. Мама вартману вартанте «Все люди ищут меня». Как мы вчера объясняли, Кришна – сад-чид-ананда-виграха, трансцендентная форма вечности, знания и блаженства. Как мы вчера объясняли, Кришна – сад-чид-ананда-виграха, трансцендентная форма вечности, знания и блаженства. В Веданта-сутре, кратком изложении философии вед, сказано «Анандамаю бьясат», «По своей природе душа исполнена радости». Верховная личность Бога – верховное живое существо. И мы тоже живые существа, но мы не верховные. Попытайтесь понять разницу. Качественно, мы и верховный Господь одинаковые. По своей природе и Господь, и мы преисполнены счастье. Итак, наша настоящая позиция – быть материально контактен. Какой человек, в его здоровом состоянии, он счастлив, но в его заболевом состоянии, он не счастлив. Также, мы, как мы часть, партнер, партнер, супремя, мы, естественно, жюбилен. Например, здоровый человек счастлив, но перестает быть таким, когда заболеет. Точно так же мы, будучи неотъемлемыми частицами Всевышнего, по своей природе преисполнены радости. Однако, соприкоснувшись с материальной энергией, мы стали печальными. Владимира Икатра Ние-худр dwell!" It is said that the nitya-nityāna-cetanas-cetanāna, the God is the chief of the living being. He is the chief of the persons. He is the chief of knowledge. In this way He is described. Just like we can find out amongst us one is more intelligent, more in knowledge. In this way you search out God means the most intelligent, full of knowledge, full of opulence, everything full. In Upanishads, in Vedas, it says, nitya-nityāna-cetanas-cetanāna. God is the chief of the human beings. He is the chief of the human beings. He is the chief of the knowledge. He is the chief of the human beings. For example, among us we can find more intelligent, more intelligent. If we will continue this process, we will come to God. God is the most intelligent, the most intelligent, the most intelligent, the most intelligent. God is and I obey. For me all the human beings. In the last part , McKā instructors say. Mumkā bhava myThautap, Mahvā-voham means my nature. gewema. Head says, Krishna, law, he is enjoying. immererker. and he is never find Krishna В последней строфе Кришна сказал «мат-бхавам агата». «Мат-бхавам» означает «Моя природа». Итак, если говорить о природе Кришны, то, как вы видите, Кришна всегда наслаждается игрой на своей флейте, общением со своими спутниками, своей возлюбленной, радхарани и гопи. Нигде вы не встретите Кришну в мрачном настроении. Он всегда радостен. Кришна, we have got the propensity to dance with young girls or enjoy the company of the young girls. That propensity is not unnatural. It is natural, jubilation. But because it is in material contact, we cannot enjoy it fully. There are so many inebrieties. И так как мы его неотъемлемые части, в нас тоже живет склонность танцевать с юными девушками, наслаждаться их обществом. В этой склонности нет ничего искусственного. Это естественно – радоваться. Но так как мы связаны с материей, мы не можем наслаждаться радостью во всей полноте. Наши попытки наслаждаться принимают множество уродливых форм. Those who have seen our temple, we worship Rādhāna-Krṣṇā in jubilation. There, along with the gopīs, playing the flute, and many musical instruments, dancing, that is the definition given in the Vedānta-śūtra, anandamaya-bhyāsā, means by nature jubilem. There is no morose, there is no unhappiness. There is the kingdom of God. Those who have been in our temple, know that we are grateful to be Rādhāna-Krṣṇā. With the gopīs, they play on the flute, in various musical instruments, dancing. This is the definition of the Vedānta-śūtra, anandamaya-bhyāsād, that is the joy of nature. That is the God of God. There is no place of sorrow and sorrow. Now Krishna says, Jai Dathamāna-bhyāsādhāna, according to the degree of surrender, one comes nearer and nearer. Krishna says, Jai Dathamāna-bhyāsādhāna, as you are predated to me, as you are closer to me. Krishna is manifested in three features, namely, brahmati, parmatmeti, bhagavānīti-sādhāta, means he is revealed as impersonal brahmā, as the super-soul, or as the supreme personality of God, Krishna. Krishna проявляется в трёх аспектах – brahmati, paramatmeti, bhagavānīti-sādhāta, как безличный браман, как локализованная параматма или сверхдуша, или как верховная личность Бога, Krishna. Есть три категории трансценденталистов – гьяни, йоги и bhakti. Гьяни пытаются постичь абсолютную истину как безличное проявление, brahmā-джиоти. Гьяни – это философы-теоретики, пользующиеся методом нети-нети. Они пытаются постичь абсолютную истину при помощи своих ограниченных познаний. Йоги, мистики пытаются отыскать верховную личность Бога в своём сердце, ибо Господь пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши. В ведических писаниях сказано «Дьяна-вастита-тат-гатэна-манаса». Йоги, мистики практикуют медитацию, стараясь отыскать верховную личность Бога сверхдушу или параматму в сердце. Но бхакты, преданные, встречаются с верховной личностью Бога лицом к лицу. Например, когда Кришна приходил в этот мир, бхакты лично встречались с Ним. Не все понимали, что Кришна – это верховная личность Бога, но бхакты знали об этом. Это Вриндавана Лила – Игры Господа. Кришна проявляется во Вриндавана Лиле, чтобы привлечь нас, чтобы мы могли непосредственно общаться с верховной личностью Бога. Вы можете общаться с верховной личностью Бога так же, как мы сейчас общаемся друг с другом, но вы должны быть готовы к этому. Если вы хотите познать Кришну в его безличном аспекте Брамана, вы рискуете. Я объясню, что это значит. Аспект Брамана имперсонален. Попытайтесь понять это на примере солнечного света, планеты Солнца и божества Солнца, находящегося внутри него. Все перечисленное является светом. Свет находится и внутри планеты Солнца, и снаружи. Солнечное сияние – это тоже свет, но тем не менее, между планетой и сиянием есть разница. Другой пример. Если вы посмотрите на гору издали, она покажется вам неясным облаком. Подойдя ближе, вы увидите там зеленые скалы. Объект наблюдения тот же самый, но вы смотрите на него по-разному, с разных углов зрения. Если же вы взойдете на саму гору, то обнаружите там множество деревьев, домов, животных, людей. Пышное разнообразие. Подобно этому абсолютная истина, объект видения одна. Но в зависимости от нашего угла зрения, иногда она представляется нам расплывчатым облаком, иногда зеленой горой. А когда вы оказываетесь в самом месте, вы видите многообразие живых существ, деревьев и домов. Точно так же те, кто в своем поиске абсолютной истины опираются на свои ограниченные познания, постигают безличный браман. Здесь Кришна говорит, мама, вартману, вартанте, манушья, каждый. Каждый значит те, кто действительно ищет Бога. Все они идут по одному и тому же пути, но, взирая на абсолютную истину с разного расстояния, осознают ее по-разному. Однако все они поднялись над этим материальным миром. Я уже объяснил это вчера. Знания и аскезы ведут нас в духовный мир, кем бы мы ни были, гьяне, йогам или бхактой, но в духовном мире мы можем достичь разного положения в зависимости от угла нашего зрения. Те, кто стремятся постичь безличный браман, подвергают себя риску, так как в брамане невозможно вечно наслаждаться блаженством, а потому иногда, не иногда, а обычно они возвращаются в материальный мир. Наша природа испытывает радость, но мы не способны наслаждаться жизнью в имперсональном брамаджиоте, поэтому мы вновь возвращаемся к материальным наслаждениям. Например, вы можете подняться высоко в небо на летательном аппарате, но если вы не найдете там прибежище, то есть прибежище на другой планете, вам придется вернуться на Землю. Продолжение следует... Великобритчика Арижа-прицкая-на-парам-padaṁ-tata-ха патанти-адха Ана-дхитая-смата-нга Unless, you become elevated to the position of serving the Supreme Personality of Goddess face to face, simply by impersonal Brahma realization, you cannot become happy. Therefore, for enjoyment, если вы не возвысились до служения самой верховной личности бога одно лишь осознание безличного брамана не сделает вас счастливым наслаждение подразумевает разнообразие разнообразное наслаждение поэтому за наслаждением вы возвращаетесь в материальный мир мы были тому свидетелем многие великие саньяси и трансценденталисты отказались от мира считая его митхи иллюзорным они приняли саньясу но через какое-то время вновь вернулись в материальный мир и стали филантропами открывая больницы школы занимаясь разной благотворительной деятельностью это происходит потому что они не могут познать абсолютную истину во всей полноте как высшую личность и потому вновь идут в мир поэтому в бхагавадгите вы прочтете такие слова кришны бахунам джанманам анте что значит те гьяни кто проведя множество жизней в философских рассуждениях обретают истинное знание предаются мне иными словами они осознают верховную личность бога истинное знание вася-дева-сарва мети са-махатмасудурлама который вася-va-сарва методика В следующей строке говорится «Васудева-сарвамити-самахатма-судур-лабха». Тот, кто осознаёт, что Кришна, Васудева, есть всё, что Он – источник всего, является Махатмой, освобождённой душой, великой душой, Махатмой. Маха – значит великий, а Атма – душа. Однако, такой Махатма встречается очень нередко. Итак, преданные Кришны, участвующие в этой миссионерской деятельности, в этом движении сознания Кришны – необычные души, они – Махатмы, редкие души. Хотя все ищут Кришну, либо в образе безличного Брамана, либо локализованной параматмы. Тот, кто постиг Кришну, верховную личность, есть величайший из всех. Тот, кто обрёл величайший успех в этом мире. В другом месте Кришна утверждает, «Бхактимама Абхиджанатея». Нигде Кришна не говорит, что постичь Верховного Господа можно при помощи умозрительных рассуждений или практики мистической йоги. Нигде. Он делает очень ясное утверждение, «Бхактимама Абхиджанатея Ваньяш Часми Татвата». Татвата значит «воистину». Невозможно постичь Кришну без Бхакти, без Бхакти-йоги. Ни Гьяна-йога, ни Карма-йога, ни Хатха-йога не позволят вам достичь этой цели. Бхакти-йога, ни Хатха-йога, ни Хатха-йога, you can understand Kṛṣṇa partially. As I have explained, that somebody is seeing the mountain as hazy cloud and somebody is seeing as green is something and somebody is seeing actually the mountain with all varieties. So, without Bhakti-йога, the realization of the absolute truth is partial. Идя этими путями, вы сможете постичь Кришну лишь отчасти. Как я объяснял, кому-то гора кажется туманным облаком, кому-то чем-то зеленым, а кому-то она предстает во всем многообразии. Осознать абсолютную истину без Бхакти-йоги можно лишь отчасти. В другом месте Кришна говорит, «Из множества разных йогов только Bhakti-йог, который всегда размышляет обо мне в своем сердце, является величайшим». Итак, движение сознания Кришны учит всех тому, как стать величайшим из йогов. Каждому это движение дает возможность повторять мантру Хареи Кришна, благодаря чему мы всегда можем думать о Кришне. Стоит вам начать повторять Хареи Кришна и слушать эти имена, как тотчас же вы достигаете состояния самадхи, поглощенности Кришны. Мы не выдумали этот метод. Это авторитетный путь, данный ведическими писаниями. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой, если вы хотите стать величайшим из йогов, как гласит авторитет вед, воспользуйтесь этой маха-мантрой, повторяйте Харе Кришна. Продолжение следует... Повторяя эти слова, мы обращаемся к Хареи. Хареи – это обращение к энергии Кришны. Энергию называют Харой. Одно из имен Кришны Хари, а Его энергию называют Хара или Радха. Кришна и Радха или Хари и Хара. Для примера приводится слово ЛАТА. ЛАТА в звательном падеже превращается в ЛАТЭ. Точно так же Хара в форме обращения становится Харе. Итак, мы просим о энергии Кришны, о Господь Кришна, пожалуйста, прими меня своим слугой. Никто не может приблизиться к Кришне, минуя Его энергию. In the Bhagavad-gītā it is said, махāt-mānastha-māng-prātta-daivī-prakīti-māśrita. Those who are mahat-māhasrita, actually after many, many life's cultivation of knowledge, when one becomes fully cognizant of Kṛṣṇa's position, He surrenders. So mahat-māsūdhu-lava. So that is also explained. Mahāt-mānastha-māng-prātta-daivī-prakīti-māśrita. Those who are mahat-māhasrita, they are taking center of the superior energy, daivī-prakīti-māshrita. В Bhagavad-gītā сказано, Mahāt-mānastha-māng-pārta-daivī-prakīti-māshrita. К преданию Кришне приходят те истинные махатмы, кто после многих жизней, проведенных в познаниях, всецело постиг положение Кришны. Они принимают прибежище у высшей энергии, daivī-prakīti-māshrita. Поэтому мы поклоняемся не одному Кришне, но Кришне вместе с Радхарани. Вы видели картину, где Кришна стоит в Срадхарани? Таково наиболее полное представление об абсолютной истине. Если наше представление о Кришне, источнике энергии, лишено знания об энергии, оно не является полным. Лакшми, the goddess of fortune and Narayana. In this way, we, Gaudiya Vaishnava, we worship Radha and Krishna. Все Vaishnava поклоняются абсолютной истине, как личности Бога, наряду с его энергией. К примеру, есть множество преданных Сито-рамы. Они поклоняются матери Сити и Раме. Есть другие Vaishnava, которые почитают Лакшми, богиню удачи и Narayana. Мы, Gaudiya Vaishnava, поклоняемся Радхе и Кришне. So, in this way, the process of approaching the Absolute Truth is a one-state line, but it is a matter of progress. One who has progressed hundred steps, another has progressed thousand steps, another has progressed many other more steps, but the aim is the same, Krishna, anyone. Anyone in transcendental line, they are aiming at Krishna. Из всего сказанного следует, что все вышеупомянутые пути расположены на одной линии и указывают лишь на степень нашего продвижения. Один прошел сто шагов, другой тысячу, третий прошел еще дальше. Но цель одна – Кришна. This can be understood in another way. Just because everyone of us will love our body. Всякий, идущий трансцендентным путем, движется к Кришне. Каждый из нас, к примеру, дорожит своим телом. Or I love your body. But what is the reason? The reason is, because the spirit soul is there. Но почему мы дорожим своим телом? Причина в том, что в нем находится душа. Когда тело, наше или чужое, умирает, никто не испытывает к нему любви. Поэтому вывод такой. Каждый из нас относится к телу с любовью, потому что в нем есть душа, наше «я». Поэтому вывод в том, что мы любим душу, то есть самих себя. Возникает следующий вопрос. Но почему мы любим душу? Потому что она неотъемлемая часть Кришны. Поэтому кришна – наша конечная цель. Но мы не знаем этого. Иногда наша любовь направлена на тело, иногда на ум, иногда на душу. Но в конечном итоге наша цель – любить Кришну. Эта любовь заложена в нас от природы. Смысл этого в том, что наша любовь к Кришне – вечно. Кришна. Продолжение следует...